В зале ни одного свободного места, ведь отчет главы Щелковского района перед жителями – это всегда событие. О том, что было сделано в 2015 году, на сцене рассказывает Надежда Суровцева. В первую очередь в своем выступлении затрагивает тему непростых экономических реалий, в которых районным властям, как и всему региону, приходилось действовать весь прошедший год. Как отметил в своем выступлении с ежегодным программным обращением к жителям Подмосковья, к губернатору Московской области Атрия Юрьевича Рабинова, Мы не имеем права пасовать перед трудностями. Идеология лидерства, которую мы провозгласили, – это удел сильных. Ее суть в работе на результат на каждом конкретном направлении. И сегодня на власти особая ответственность. Щелковский район для меня уникальный. Уникальный в чем? Это очень непростой район. Здесь есть все. Я думаю, что Надежда Владимировна и Алексей Васильевич обладают всеми необходимыми способностями и опытом и имеют такую команду, которая сделает все для того, чтобы в социально-экономическом плане район развивался. Положительные перемены произошли в демографической ситуации района. Снизилась смертность от болезни системы кровообращения и дорожно-транспортных происшествий. По словам главы, причина в том числе внедрения единой системы 112, которая по областному рейтингу в 2015 году заняла четвертое место среди 68 других муниципальных образований. Рассказала Надежда Суровцева о переменах в работе медучреждений. Несмотря на то, что системы здравоохранения с 2015 года относятся к полномочиям правительства Московской области, многое остается в руках муниципальных властей. Так, за прошедший год для привлечения кадров семьям врачей выделено более 20 квартир и комнат. Также развивалась сама инфраструктура медучреждений. В целом получение качества обслуживания жителей района была открыта новая подстанция скорой помощи в микроорионе Заречки города Щелково. Для размещения двух офисов врачей общей практики в микроорионе Богородский городского поселения Щелково буквально вчера открылся офис врача общей практики. И также ждет открытие такой же офис в микроорионе Луки Навальный городского поселения Свердловский. Конечно, для здравоохранения самое большое достижение – это строительство перинатального центра. Мы его закончим в 2016 году, но основы были заложены, конечно, в 2015 году. Конечно, мы решили вопрос с томографом. Это тоже люди очень ждут. И сегодня можно уже констатировать, что к началу лета он будет установлен и начнет функционировать. По-прежнему приоритетом остается образование. В 2015 году в Свердловском поселении был открыт детский сад на 250 мест с бассейном. Велось строительство трех садов в рамках программы «Наша Подмосковья». У всех сейчас высокая степень готовности. Также за счет средств инвесторов идет строительство еще трех детских садиков. За счет нового строительства мы получим еще 820 мест. Таким образом, в 2015 году была ликвидирована очередь в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. И на 1 января 2016 года в учреждении дошкольного образования численность воспитанников составила более 10 тысяч ребят. Самое большое достижение, я считаю, это год в нескольких школ, успешное строительство нескольких детских садов. Ежегодно в Щелковском районе увеличивается количество школьников. Устранение проблемы обучения во вторую смену – один из важнейших указов президента. В 2015 году новые школы открыли свои двери в городе Щелково и Свердловском поселении, обеспечив местами более 2 тысяч детей. Такая работа будет продолжена и в 2016. В 2016 году в рамках реализации госпрограммы Московской области образования в Московье запланировано начало строительства средней школы на 1105 мест в городском поселении Щелково, на краю номер 4, Солнечный, и пристройки на 275 мест к существующей школе в сельском поселении Недвежайзерска. Также большим прорывом для сферы образования стал ремонт лагеря «Юнармец», который теперь работает круглый год и может принимать до 300 детей за смену. Была воплощена инициатива общественных организаций Щелковского района. В поселке Новый Городок появился реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вы знаете, чем порадовал 2015 год? Это то, что действительно, то, над чем билась долгая общественность, в частности общественная палата, произошли большие сдвиги. В сфере образования, конечно, и доложили губернаторы, и всему населению, что были ликвидированы очереди в детских садах, уменьшилось количество детей, учащихся во вторую смену. Еще в палате первого созыва мы ставили вопрос тогда еще в те времена о создании реабилитационного центра для детей-инвалидов. Развивалась и спортивная инфраструктура. Гордостью Щелковского района стал новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Ледовая арена» имени Владислава Третьяка. В ближайшее время двери для юных спортсменов должен открыть многофункциональный комплекс на Центральной. Изменился облик дворовых территорий района. Новые стандарты благоустройства правительство Московской области утвердило на законодательном уровне. Теперь во дворах должно быть все – от детских площадок до парковок и ограждения. Задача, которую ставил губернатор – обеспечить ежегодным ростом количества благоустроенных дворов 10%. Нам не выполнено. Но в этом году мы также благоустроим более 10% дворов. По-прежнему проблемой остается ветхий фонд района. Новые квартиры в 2015 году получили более 100 семей. Стартовало строительство нового дома на Краснознаменско для переселения жителей из дома номер 19 в Первом Советском переулке. «Муниципальная собственность будет передана 323 квартиры. Планируемый срок будет в эксплуатацию этого дома 4 квартал 2016 года». Важным для снижения административных барьеров глава назвала открытие в городе Щелково многофункционального центра государственных и муниципальных услуг. «Доля граждан, которые обратились за получением государственных и муниципальных услуг, в 2015 году составила 90% против 58% – 14%. Перед нами стоит задача перевести прием и выдачу всех документов государственного и муниципального услуга через РФЦ». Чтобы обеспечить достойную социальную политику, нужна сильная экономика. Непростые внешнеполитические условия, по словам главы, конечно же, отразились на состоянии экономики района. Однако плюс в том, что в новых реалиях большое внимание уделяется поддержке предпринимательства. «Организован штаб по созданию благоприятного инвестиционного климата и условий ведения предпринимательской деятельности. На заседаниях, мы его так называем, инвестчаса, проводится работа по привлечению инвестиций в Щелковские районы, а также сопровождение предлагаемых инвестиционных проектов». В завершение глава обратила внимание присутствующих на то, что независимо от разницы в мировоззрении, сплоченная командная работа – это залог успеха, а цель всегда одна – благополучие Щелковского района. «Хочу напомнить, что президент своего послания как раз обратил внимание на этот период. И я приведу его цитату. «Мы можем спорить о путях решения тех или иных проблем, но мы должны сохранить нашу сплоченность. Помнить, что главное для нас – это Россия. А для нас с вами, конечно, наш Щелковский район». Спасибо. После завершения отчета также взяли слово депутат Государственной думы Владимир Кононов и депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Они, как и глава, отметили необходимость развития экономики, особенно создание новых рабочих мест. Владимир Кононов, участвовавший в создании и развитии особых экономических зон, сообщил о планах вручить уничтожениям здравоохранения района комплекс для очистки крови. Отметили на мероприятии жители, которые внесли большой вклад в социально-экономическое развитие района. Они получили почетные грамоты и благодарственные письма главы. Знак отличия за заслуги перед Щелковским районом Надежда Суровцева вручила заслуженному учителю России Геннадию Шустикову. После отчета жители отметили положительные перемены в районе, а глава – позитивную атмосферу, царившую на мероприятии. Я рада за наш город, я рада за то, что он процветает, он разрастается, и в общем-то у молодежи очень много досуг развивается. Это здорово, это замечательно. Мы очень внимательно внимали тем задачам, которые ставит перед нами и президент Российской Федерации, и правительство Москвы, и мы сами ставим перед собой в исполнении всех задач, которые поставили. Александра Гранич, Дарья Слоснегова, Сергей Васильевский, Сергей Максимов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин